Нет, это не первый раз, я уже участвую третий раз, и вот, к счастью, случилось такое счастливое событие, что я занял первое место. Вот, я хочу пару слов сразу сказать, наверное, о работе самой, что мне интересно, а что как бы неинтересно. Для меня главное не безвольное копирование натуры, а увидеть в обыденном некую энергию, быть может, совершенно странную, непонятную, но достаточно значительную, еще помноженную на время и на эпоху. Вот это как раз я хотел бы сказать, эта работа. У нее есть подзаголовок, который, быть может, не в контексте идет этой выставки, но он вполне может присутствовать. Это триумфальный арк советского периода. То есть, само изображение, оно в достаточной мере и агрессивное, и энергичное, и в достаточной мере, я извиняюсь, достаточно тупое. Все-таки сама архитектура, вся эта индустриальная эпоха, она вся примерно одинаковая. Плюс еще помноженное все это на отражение в воде, что как раз, как бы, на мой взгляд, является неким диссонансом. Ваше основное занятие в новой теме? Нет. Основное занятие я художник, я делаю то, что называется объекты. Объекты – это рельеф из нетрадиционных материалов плюс инсталляции. Ну, если есть желание, вы можете посмотреть это на моем сайте, владимирсапаров.ру. А кроме того, я еще занимаюсь графическим дизайном. То есть, эти вот два-два, наверное, архитектура просто как бы, ну, она мне близка по духу, поскольку даже в тех работах, которые я называю объектами, там тоже значительная часть есть составляющей от архитектуры. А с какими работами вы участвовали в предыдущем конкурсе? В предыдущем конкурсе это было индустриальный пейзаж, на предыдущем был. А на первом я участвовал с работами по Константину Мельникову. Его знаменитый гараж, который сейчас в совершенно безумно плохом состоянии, в уродливом крае. Ну, архитектура, конечно, очень интересная, оригинальная, ну, гениальная просто, поскольку сам архитектор, конечно, да, и ранние его работы, и поздние, безумно интересные. Кроме того, мне повезло даже застать его живым и побеседовать, что было безумно интересно. Он был уже совсем не молодой. Я пришел к нему, просто постучавшись в дом, открыл его с сыном, и через три дня мы встретились. То есть он мне сказал, как бы, некое на пусть, говорит, в искусстве, говорит, главное, быть смелым. И вот это я запомнил, что, казалось бы, к нему пришел такой парнишка совсем с улицы, и настолько он серьезно и интересно говорил. Все-таки гений, он, видимо, во всем гений. Да, пожалуйста. Спасибо. 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 Продолжение следует...